Тут у нас такое дело щепетильное, и мы хотим у вас совета попросить, как нам быть. В группу Евангелия пришла женщина, скромная такая, ну у нас там всяких ребят много, кто после и спортсмены, и кто после там наркотиков, и алкоголя, то есть много всяких. Вот она пришла, сказала, что она любит Евангелие, и действительно изучает, и знает что-то. И потом как-то она попросила у нас молиться за нее, и рассказала нам, что она матушка, но ее оставил батюшка. Молодая женщина, лет, наверное, 35, оставил ее с двумя детьми. Ну, встали мы спрашивать, потому что мы там и помогаем, ситуация у нее такая бедственная, можно сказать. Вот, и она рассказала нам такую историю. Вчера супруг меня попросил выяснить, во сколько рукоположен был ее супруг. Он был рукоположен 26 лет. Вот. И ситуация какая, что она пошла сначала к настоятелю храма, где он служит, он ее отправил к митрополиту. А когда она пришла к митрополиту, митрополит сказал, что что ты от меня хочешь. И он благословил его жить отдельно. То есть тот снимает квартиру, с детьми не занимается, ей какие-то копейки, крохи там дает. Вот. И ситуация такая, вот, можно сказать, плачевная. Мало того, что ее довели священники до такого состояния, что у нее был нервный срыв. Она сейчас имеет группу инвалидности, какое-то заболевание. Ну, еще я вам точно вот не скажу про него, не знаю, но я знаю, что у нее инвалидность есть. И довели до такого состояния, что все вместе вот этим самым, то есть они на нее давили, что она плохая. А смысл такой был, что ее супруг занимается молодежным движением. И там футбол, футбол с ними, значит, играет и с парнями, и с девчонками. Домом ему заниматься, естественно, некогда. И то есть вот такая вот история. И он ей сказал, что ты мне не жена, не трогай, не прикасайся ко мне. То есть вот такие вот у них моменты. Ну, тут, понимаете, как-то сложно что-то вообще, да, сказать. Просто мы к чему хотим вашего совета? То есть священники все как сговорились, кроме одного, который нас курирует. То есть и еще у нее духовник, где она исповедуется, это многодетный. Она поддерживает ее. Вопрос какого плана? Сейчас, ну, и так на нас, конечно, там, сами понимаете, потому что нас называют сектанты Лапкинские. И здесь еще такая, как бы можно сказать, опальная, да, вот она, как и матушка опальная, да, против которой все ополчились. Вот скажите, пожалуйста, мы же все равно чисто по-человечески. Игнатий Тихонович, должны ведь ее поддерживать, правда? И молимся за нее. Ну, а как, вот, я не знаю. То есть ситуация-то действительно серьезная. Вот, я не знаю, как я вам там правильно донесла или нет. Вы уж простите меня, потому что я сильно волнуюсь. Меня это уже второй день. Я об этом думаю. И вот супруг попросил меня вашего совета спросить, рассказать вот эту историю. Вот. Вы сказали поддерживать. Что в это вы вложили слово? Я сейчас вам скажу. Ну, во-первых, морально, материально и, наверное, заниматься с ее мальчишками, потому что некому, у нее никого нету мужского. То есть такого, ни отца у нее нету. Она из очень такой сложной семьи, скажем так, отца нету, братьев нету, никого нету. То есть мужчины наши вот только, которые, ну, могут хотя бы как-то направлять мальчишек, я не знаю, вот в духовном плане, вот, им нематериально, Игнатий Тихонович. И, допустим, там у них там худенькая, плохенькая дача есть, где-то помогать ей там скапывать. Ну, такими работами, вот так вот. Надо сходить туда. И одна Бога так, это она говорит, она сказала, надо познакомиться со священником, который знает эту ситуацию, с людьми побеседовать. И тогда можно давать ответ. А так как? С бухты-барахты? Ну, вот мы, я хотела, мы хотели у вас сначала спросить, а потом, естественно, мы со своим духовником, он-то знает эту ситуацию, вот, с нашим священником. Мы с ним, конечно, тоже это обговорим. Ну, вот. Эти беседы нужно записать вам, там, магнитопон или как. А потом рассуждать можно. А так как на голом месте? Она сказала, ну, она по-другому и не может сказать. Ее обидели. Пощадок не рожден, я слышал. Да, там настоящее, его там рукополагали, то есть это вот в их храме там. Но они и так нас постоянно на предмет секты проверяют. Сказать-то можно, дальше-то ничего. Он не послушает, он не уйдет никуда. Вы его можете зазирать, не подходить к нему. Но дело-то будет таковое, было такое и есть, если он страха Божия не имеет. А на каком основании что-то, развод этот состоялся? Епископ должен дать ответ. Должна быть какая-то бумага с печатью архиерея. Ну, они вот сказали, митрополит сказал, что пусть он пока поживет отдельно. Вот так сказал. Он не имеет права этого говорить. Оставляет даже не только архиерей, отца и мать оставит. Он хозяин. А кто такой архиерей? Какое он отношение имеет к семейной жизни? Пусть оставит. Под этим должно быть какое-то твердое основание преступления. Что там было? Кто виноват? Просто так не расходятся. Они не договаривают многого. Вот у вас задача сейчас все узнать, молиться, тогда снова сойдемся и будем говорить. Хотя бы с человека четыре, с человека четыре, чтобы засвидетельствовали, что она говорит, что это правда, из-за чего это все случилось, подробно все записать. Записать и письменно, и магнатфон. Тогда мы можем видеть обстановку, а так нет. Это брать на себя какую ответственность. Ну вот понятно, нам это, конечно, тоже, мы не можем это делать. Ну вот я ответил, все пока. Много не разговаривайте. Конкретно, четко и ясно. Многое в немногих словах. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Архиерей не имеет права его разводить. Давай пока поворось. Для этого должны быть основания. Так вот этот вопрос надо взять за эпиграф слова архиерея. И отсюда двигаться дальше. И когда у вас будет все составлено, дадим эпиграф. Вопросы там, может быть, и нетрудные совсем. А сейчас пока нельзя никуда остановиться, не на чью сторону. Голодные накормили, но не больше того. Такие они прикидываются, лишь бы деньги были. Накорми ее простой, простой пищей, чтобы она была воздействием на молитве. А она скажет, некогда, некогда. С внешним миром мы не знаем все. Я знаю, сколько людей, которых мы знаем. И ни разу не пришли на молитву. Ее можно пригласить, да, к нам на молитву? Это спросите Вячеслава. Он знает, он проверит ее, поставит. У нее дозвон будет. Это уже тут полномочия другого человека. Хорошо. Вот так, все на этом. Никого нет больше, ничего? Отошел. Спасибо. Спасибо.